Роза Восточный Экспресс, Pullman Orient Express, что это за сорт? Выведенная в 2001 году Pullman Orient Express уже успела завоевать сердце многих садоводов. Привлекательный внешний вид делает ее желанной во многих садах страны, несмотря на достаточно непростой уход. Роза Восточный Экспресс, Pullman Orient Express, что это за сорт? Роза Pullman Orient Express является одним из популярных сортов для выращивания в садах благодаря привлекательной окраске бутонов. Несмотря на определенную капризность, бутон Восточного Экспресса, краткое описание и характеристика, бутон в середине желтый с ярко-малиновыми или красными краями лепестков. Пока он не распустится полностью, кажется малиново-красным. Диаметр распахнутого бутона может достигать 14 сантиметров. К сведению, в ярко выраженном аромате присутствуют фруктовые ноты. Штамбу дают следующее описание, высота от 150 до 200 сантиметров, ширина около 1 метра. Сорт является стойким ко многим заболеваниям и сырости, хорошо переносит жару, а цветки не выгорают на солнце. Насыщенного зеленого цвета листья достаточно густые. Преимущества и недостатки сорта. К основным плюсам цветка относят. Высоту растения. Возможность использования как для срезки так и в ландшафтном дизайне. Морозостойкость. Устойчивость к засухе. Окраску и размер бутонов. Продолжительность цветения одного бутона до двух недель. Аромат. Из недостатков упоминают подверженность появлению заболеваний, а также достаточно сложный уход, который стоит осуществлять на протяжении всего жизненного цикла. Пульман Ориент Экспресс в саду. Использование в ландшафтном дизайне. Растение не предназначено для использования в домашних условиях, поскольку имеет достаточно высокий куст. Оптимальными условиями для выращивания Восточного Экспресса является высадка в открытый грунт в определенном месте, удовлетворяющим всем потребностям цветка. Обратите внимание, пульман можно сажать как в одиночном варианте, так и группами. Яркие цветы отличаются яркостью, а высота растения предусматривает его использование в качестве живой изгороди. Розовый куст. Выращивание цветка, как правильно посадить в открытый грунт. Розы сорта Восточный Экспресс должны сажаться в хорошо подготовленную почву и в оптимальном месте. Соблюдение определенных правил позволит вырастить красивый цветок, который меньше подвержен болезням и вредителям. В каком виде производится посадка? Посадка может осуществляться семенами и саженцами. Посев семян осуществляется в снег. Для этого требуется в емкость набрать грунт, уплотнить его, а сверху выложить около 4-5 см снега, на который разложить семена. Контейнер стоит закрыть пленкой, в которой стоит проделать отверстие. Снег начнет таять, увлажняя семена. Пока не взойдут всходы, рекомендуется не поливать посевы, а затем эту процедуру стоит выполнять из пульверизатора. При покупке саженца стоит обратить внимание на его стебель и корневую систему. На них не должно быть повреждений, гнили, плесени и сухих участков. Листья также должны иметь здоровый вид. Посадка осуществляется привычным способом. В какое время осуществляется посадка? Рекомендуется правильно выбрать время для посадки. Стоит проводить ее весной или осенью. Важно, чтобы земля весной успела хорошо прогреться, а осенью, чтобы до заморозков растения успела окрепнуть. Выбор места. Роза Пульман Ориент Экспресс любит солнечные участки. Место посадки должно хорошо проветриваться, но не стоит сажать растения на сквозняке. Нельзя также производить посадку в низинах, поскольку это может вести к гибели цветка. Важно, грунтовые воды должны протекать не выше одного метра к поверхности земли. Удачное место для посадки. Как подготовить почву и цветок для посадки? Перед осуществлением посадки цветка требуется тщательно подготовить почву и саму розу. Землю необходимо взрыхлить. Глубина и диаметр посадочной ясы должны быть около 45-50 сантиметров. В этом случае корневая система быстрее и лучше приживется. Во время процедуры рекомендуется внести в почву немного песка и перегноя. Это поспособствует насыщению субстрата воздухом, а также снабдит питательными компонентами. Подготовка цветка проводится следующим образом, саженцы помещаются в воду, в которую предварительно был добавлен гетероуксин или корневин. Эти препараты помогают обеззаразить корневую систему, а также активизировать их рост. Процедура посадки пошагово. Посадить розу не составит особого труда. Рекомендуется соблюдать определенные шаги, чтобы посадка прошла удачно. Выкопать ямку глубинок и диаметром 50 сантиметров. Выложить на дно дренаж, чтобы не допускать переувлажнение цветка. Внести почву, а затем землю, смешанную с нитрофосфатом. Присыпать стаканом древесной золы, чтобы понизить кислотность субстрата. Насыпать около 10 сантиметров почвы. Расположить куст таким образом, чтобы прививка возвышалась над уровнем земли на 4-5 сантиметров. Придерживая саженец, расправить корни по холмику субстрата. Присыпать почвы и слегка уплотнить в круговую. Полить. Обратите внимание. Если после полива земля немного осела, можно добавить почву и замульчировать с помощью торфа и опилок. Первое цветение. Уход за растением. После посадки за растением должен производиться определенный уход, который поможет цветку быстрее адаптироваться и порадовать своим пышным цветением. Роза Восточный Экспресс является нежным созданием, которое должно быть окружено вниманием в течение всего сезона. Правила полива и влажность. Сорт можно считать устойчивым к засухам, однако ему требуется регулярный полив. Особенно важен этот этап для молодых саженцев, которые находятся в периоде активного роста. Осуществляется процедура теплой, хорошо отстоянной водой. Подкормка и качество почвы. Почва для куста должна быть плодородной и рыхлой. В этом случае идеальным субстратом будет суглинок и чернозем. Почва должна быть слабокислой. Подкормки вносятся в субстрат раз в три недели. Весной для этих целей используется азотное удобрение. Можно брать специализированный раствор, который изготавливается на основе коровьего помета. Обратите внимание, летние удобрения должны содержать в своем составе большое количество калия и фосфора, которые помогут в период цветения. Обрезка и пересадка. Формирующая обрезка молодого растения производится осенью перед укрытием на зиму. Необходимо удалить несозревшие и пораженные заболеваниями побеги. Здоровые ветки стоит укоротить до полуметра. Взрослые растения подвергать процедуре обрезки стоит дважды в год. Первый раз производится весной после появления первых почек. На взрослых ветвях стоит обрезать ветви до трех почек. Молодые побеги можно поберечь и убрать по одной почке. Это позволит растению интенсивно цвести. Второй раз куст обрезается летом, с него стоит удалить ослабленные и не имеющие почек побеги. После того как бутоны отцвели, их также стоит срезать. Важно! Производить процедуру обрезки необходимо специализированными садовыми инструментами, которые должны быть обработаны дезинфицирующим раствором. Пересадка возможна осенью и весной, чтобы растение успело адаптироваться к новым условиям и окрепнуть, пока не начнутся морозы или жара. Во время цветения производить процедуру не стоит. Обрезка роз. Особенности зимовки цветка. Подготовка к зимовке начинается с обрезки растения. После этого необходимо окучить кусты сухой почвой 40 сантиметров в высоту. Потом стоит возвести каркас из жесткой проволоки или деревянных перекладин, которые требуется накрыть спонбондом или другим подобным покрытием. Обратите внимание! Производить мульчирование требуется после первых заморозков, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов. Укрывной материал укладывается в несколько слоев для обеспечения надежной защиты от морозов. Ранней весной стоит убрать укрытие лишнее количество земли, а затем вновь накрыть одним слоем материала, чтобы растение не подвергалось длительному воздействию прямых солнечных лучей. Полностью убрать спонбонд и каркас можно, после того как снег окончательно растает. Укрытие на зиму. Цветение розы. Основная цель посадки Восточного Экспресса в своей галереи заключается в его цветении. Период активности и покоя. Цветение начинается в июне, а заканчивается в сентябре. С октября по март-апрель цветок пребывает в состоянии покоя. Уход во время и после цветения. Независимо от периода цветения, пульман требует определенного ухода за собой. Ее необходимо мульчировать, вносить под кормки, поливать и рыхлить. Что делать, если не цветет? Если цветение не начинается, это может говорить о неправильной обрезке, неправильном уходе, неправильном месте посадки, старении цветка, бактериальном ожоге. В первых трех случаях стоит тщательно ознакомиться с требованиями цветка и при необходимости пересадить в нужное место. Если цветок начал стареть, его стоит омолодить с помощью обрезки. Обратите внимание, при бактериальном ожоге весной нужно осмотреть куст и вырезать все пораженные части. Размножение цветка Для сохранения сортовых особенностей чайной розы требуется размножать ее исключительно вегетативными способами. Когда производится Этот сорт чайной гибридной розы может размножаться делением и черенкованием. Первый способ должен проводиться весной при пересадке. Процедура возможна только со взрослым растением. Черенкованием размножение осуществляется после окончания первой волны цветения. Нужно заготовить посадочный материал с помощью обработанных специальных ножниц для садовых работ, а затем посадить веточки в увлажненный субстрат. Деление куста Подробное описание Разделить куст можно следующим образом. Срезать большую часть ветвей. Проводить процедуру вечером, а затем обильно полить. Следующим вечером стоит выкопать куст и секатором разделить на два или больше частей, чтобы на каждой деленке было достаточное количество корней и не менее двух почек. Посадить деленки в грунт привычным способом. К сведению, для черенкования требуется заранее заготовить черенки. После срезки их стоит укоренить во влажном грунте. Сажаются они на грядку под углом 45 градусов. Их требуется поливать несколько раз в день. Чтобы влага сохранялась, стоит соорудить тепличку. На зиму необходимо оставить их в парнике, а весной пересадить в открытый грунт. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Болезни и вредители любят пульман так же сильно, как и садоводы, которые выращивают цветок. Чтобы сберечь розу, требуется часто осматривать кусты, чтобы вовремя заметить проблему и начать борьбу за здоровье куста. Часто встречаются. Мучнистая роса, белый налет на листьях. Для борьбы стоит использовать препарат ТОПАСС согласно инструкции по использованию. Черная пятнистость проявляется черными пятнами на листьях. Зараженные побеги стоит срезать и сжечь. Хлороз характеризуется бледностью и мраморным окрасом листьев. Стоит внести сухие органические удобрения. Розаное тля свое присутствие обозначает липким налетом на листьях. Способ борьбы – опрыскивание специальными препаратами. Розаная листовертка проявляется скручивающими листками розы. Бороться стоит с сжиганием вредителей и опрыскиванием карбофосом. При соблюдении всех условий выращивания розы этого сорта не доставит особых проблем. Пульман отличает экзотической раскраской бутонов, что украсит любой сад. Продолжение следует...